Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если говорить о качестве уборки дворов, особенно сейчас весной, когда снега еще много, он уже подтаивает, такая каша. И говорить на примере, например, этого двора, в котором мы находимся, вопиющий случай. Мы в предыдущий раз здесь снимали, зимой не было убрано, а сейчас ситуация еще хуже. Как должно обстоять и как вообще картина в Барнауле выглядит? Каждый должен понимать, что его имущество, оно не заканчивается дверью его квартиры. То есть и даже подъездом оно не заканчивается. То есть вся прилегающая территория – это общая собственность. Поэтому, ну, прежде всего, нужно, наверное, начинать с себя, для того, чтобы перестать быть безответственным, ну, так скажем, квартиросъемщиком, да, то есть остановиться ответственным собственником. Ну, и требовать, наверное, с управляющей компанией, надлежащей с управляющей организацией содержания. Ну, а прежде всего, то есть есть ресурсы, они цифровизуют, то есть нужно знать, да, то есть начинать, понятно, обращение не в адрес сразу там федерального какого-то руководства, да, а начинать со своей управляющей организации. Насколько проблема, вот как в этом дворе мы видим, актуальная для всего Барнаула? Да она системная, я даже скажу, что, наверное, дальше более гротесные вещи есть, да, и более страшные с точки зрения возможных последствий, не дай бог. Ну, вот есть, к примеру, обращение буквально на днях с краевой 204-256. Это у нас центральный район тоже, то есть это многоквартирные дома, которые отапливаются газом. Есть газовая котельная, где управляющая организация за весь зимний период ни разу не обеспечивала расчистку придомовой территории, и, по сути дела, там нет возможности даже специалисту, да, пройти и проконтролировать. А что там с газовым оборудованием? Это потенциально опасный, словно говоря, для эксплуатации оборудования, да, потенциально опасный объект, который, ну, словно говоря, к которому нет доступа. Поэтому тоже со своей стороны поддержали и собственников, которые также написали сейчас государственную инспекцию, то есть уведомили администрацию города Барнаула для того, чтобы принимать меры реагирования. Потому что, ну, если мы такие вещи не обращаем внимания, ну, тогда, наверное, уже и чего-то другого ожидать не стоит. Если, ну, к эксплуатации такого оборудования относятся халат. Хотел перейти немного к другой теме, но тоже связанной с этой. Что будет с этими дорогами после того, как снег сойдет? Наверное, более общий даже вопрос. Вы ведь постоянно контролируете качество дорог. На протяжении последних лет, по вашему мнению, улучшилось качество дорожного покрытия? Не, ну, качество дорог улучшилось объективно из-за того, что мы все-таки реализуем проекты, да. Сначала это был БКД, сейчас это БКД, национальный проект. Количество дорог отремонтированных, ну, ну, просто на карте видно, было, стало, да. То есть колоссальное, то есть участков отремонтированных дорог. Естественно, их качество стало лучше. Но вопрос содержания, он остается открытым. Потому что чем больше мы строим, тем больше нам нужно надлежащим образом содержать. И да, есть варианты, опять же, вот если возвращаться к глобальным вопросам, контрактов жизненного цикла, когда тот, кто построил, потом в течение гарантийного периода их и содержит, да. Ну, большие сложности, наверное, если в продолжении основных магистралей у нас возникают в части восстановления после перекопов. Здесь объективно сложилась такая ситуация, что мы в ремонт дорог с вами вышли значительно раньше, чем начали масштабные перекладки к анонсистике. Потому что, ну, это были, опять же, все федеральные решения, да, потому что вопрос вхождения в ценовую зону, в альткотельную, это все только постановление правительства регулировалось. И у нас, ну, СГК, как основной, что называется, вместе с водоканалом, ресурсовик по городу Барнаулу вошли в историю масштабных перекладок позже, чем БКД. И, соответственно, сейчас необходимо учитывать, ну, и здесь, наверное, нам быть более толерантными всем и органам власти, и простым горожанам. Если нам дорожники, профессионалы говорят, что, ребята, мы не можем технологию соблюсти и привести в надлежащее состояние после перекопа дорожное полотно в этом строительном сезоне, потому что нет усадки грунта, да, и потом мы все, что бы здесь не делали, но все равно провалится, да, ну, наверное, надо к этому относиться более взвешно и закрывать ордера с минимальным занесением, да, понимая, что, да, она провалится, даст усадку, но на следующий строительный сезон мы сделаем все так качественно, то есть, что у нас не будет отличий между основным полотном и, собственно, тем, который был перекопан в результате перекладки коммунальных сетей. И в этой части очень важно, что сейчас вот в правилах углу устройства у нас есть предложение, не знаю, учтут или нет, о том, чтобы гарантия после открытия земляного ордера как раз на эти перекопы была не менее 4 лет, потому что в свое время была наша инициатива Народного фронта на объекты ПКАД не менее 4 лет, и потом это получило прям федеральное закрепление, то есть, и сейчас у нас все дороги не менее 4 лет, 4-5 лет, да, на перекопы у нас 2 года, да, то есть, но по соглашениям, по добровольным со стороны и водоканала, и структур СГК, они берут на себя обязательства сохранять гарантию не меньше, чем гарантия основного полотна. А сейчас все-таки хотелось бы закрепить эти условия в правилах углу устройства, потому что, ну, не зависело, то есть, сегодня одно руководство, да, там, и одни взаимоотношения, там, с БТСК, с водоканалом, да, то есть, завтра они поменяют позицию, то есть, скажут, что нет, мы не будем, да, то есть, а когда это в документе прописано, это уже не зависит от джентльменских соглашений, это уже буква закона. Спасибо вам большое. Спасибо вам.